Наведение порядка в городе, благоустройство и озеленение – традиционно это основные вопросы каждого планерного совещания. На прошлой неделе был дан старт высадки деревьев. Агрономы говорят, самое благоприятное время, чтобы они принялись. До конца года на улицах появится порядка 440 деревьев и более 50 сосен. Еще одна хорошая новость – проект по благоустройству Анапского ТОСа был признан лучшим в крае. Глава НАПы подчеркивает, чистый и ухоженный город – это результат совместной работы власти и жителей. Мы же выбирали эту территорию, и это благодаря нашим жителям. Я вообще хочу сказать, что все вот эти моменты связаны, это все зависит только от нас и от жителей, которые здесь живут. Захотят, чтобы город был чистый – он будет чистый. Захотят, чтобы деревья отцвели, росли и были хорошие территории – значит, все это будет. Все это будем делать. Отдельный разговор о наведении порядка в земельных вопросах. Сейчас муниципальный контроль активно выявляет недобросовестных предпринимателей. Зачастую происходит так – коммерсант оформляет участок под индивидуальное жилищное строительство, а по факту строит гостиницу, таким образом уходя от уплаты налогов. Эта ситуация, по мнению Юрия Полякова, недопустима. Причем меры необходимо принимать не только по факту нарушения, но и организовать работы по предотвращению подобных случаев на стадии строительства объекта. Если бы изначально на контроле держали эту ситуацию, тогда, когда фундамент там еще только забивали, первый этаж, уже понятно было бы, что это не дом, да? Или проекты те, которые архитектура смотрит там, то не пришлось бы людям опереводить, понимаете? А сегодня какая-то притча там из ЖС и вырастает пять этажей. Не меньше вопросов к тем, кто отработав сезон, забывает за собой убрать. Сегодня городские коммунальщики вынуждены разбирать и вывозить с пляжей брошенные конструкции. На это тратятся бюджетные деньги, которые могли бы пойти, к примеру, на благоустройство. С такими предпринимателями теперь разговор будет коротким. Вы не знаете, кто ставил там? В присутствии их все попилили за выходной день, уже там нет ничего. Значит, список тех, вот кто бросил это оборудование, больше никогда им пляжную территорию не давать. Анапская делегация на прошлой неделе приняла участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Празднование проходило в Тюмрюке. Нашу экспозицию посетил губернатор края, который дал ей самую высокую оценку. Сегодня всех, кто участвовал в организации, поблагодарил Юрий Поляков. Гипер-мероприятие в крае было, действительно очень хорошо подготовились, и Анапа хорошо подготовилась. Хочу сказать всем спасибо, то есть задачи исправились. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Руслан Душевский. Анапа. Регион.